Всем доброе утро! Я уже приготовила завтрак Димке и будем потихоньку собираться. У нас сегодня суббота и на час у нас запись к офтальмологу на подбор очков. Так как мы в прошлый раз проходили лечение, но прошло мало времени с подбора старых очков, ну в общем мы там по полгода опускаем диопатрию, если я правильно называю, в общем ослабляем очки каждые полгода. И нельзя с этим спешить, поэтому нам еще после процедур надо было подобрать очки более слабые, но так как она сказала прошло мало времени, короче в общем сегодня едем на подбор очков, я так долго все рассказываю. А еще вчера мы наконец-то купили витаминки, купили Димке витаминки, я не могу сказать, что это прям классные витамины, ну во-первых цена мне не очень понравилась 190, обычно детские витамины стоят в районе 400, но не знаю, здесь в общем есть дозировка витамин, но с меня такой врач, я не очень понимаю сколько должно быть, но в любом случае хуже не будет. Почему я решила витамины ему купить, потому что у него сейчас активно выпадают зубы и я в общем прочитала для того, чтобы укреплялась корневая система новых зубов, чтобы она была крепкая, ему нужно сейчас кальций, плюс сейчас осень, он как бы хоть и кушает витамины, но в любом случае хуже не будет, поэтому купили витаминки и купили нам витамины, точнее Димку купил мне, но это он только так сказал, потому что мы взяли дозировку только на меня одну, но мы будем делить с ним все пополам и как закончится придется курс купить еще. Я ничего если что не агитирую, это чисто мое мнение, это мое желание, но никого не агитирую, покупают, что именно все равно. В общем купили кальций, будем пить пополам, мы уже пили вчера вечером, сегодня купила цинк, скорее для меня, но Денису тоже буду давать, в общем я прочитала, что цинк он, ну в общем написано здесь, от него будет лучшая кожа, меньше прыщиков, гневничков, ну и Денису даю, это как витамин полезный. И купили омегу, кстати прикол такой, вот эта омега, это у меня уже была, это фирма Допельгерц, тут кстати сейчас не написано, это на упаковке написано сколько миллиграмм. А это я вчера купила, в общем есть дешевый аналог, ну то есть наш обычный, и есть немецкий там, французский какой-то, и в нашем 1000 миллиграмм, ну концентрация, а вот в Допельгерце я не помню, но мне в общем показывали его еще какой-то, в общем в каком-то 1000, а в каком-то 800, представьте, и стоит намного дороже, вот это стоит намного дешевле. Также купила, чтобы и Денис пил, и я буду пить, и вам девочки советую пить, сейчас весна все-таки, я по себе заметила, у меня начали сильнее пересыхать руки, волосы вот прям, ну вот прям солома какая-то становится, хотя я ничего не меняла, у меня все шампуни, уход, все то же самое, но волосы становятся хуже, поэтому девочки, полюбите себя немножечко, купите себе витаминчиков, пропейте, особенно омега, она очень полезная, в принципе можно купить ее, месяц попить и сделать перерывчик, я понимаю, что в силу нашего менталитета, либо же уровня достатка, мы не можем себе позволить покупать разнообразное количество овощей, фруктов, которые у нас есть, которые нам полезны, поэтому будем восполнять это все витаминчиками. А, и сложила я все в коробочку, знаете, чтоб не забывать, чтоб стояло на видном месте, и каждое утро, и вечер пить, но Димке только один раз в день вот эти желешки, кстати, надо ему достать. А я бегу домой, встречалась я с мамой, она мне рыбку дала, это, короче, у нее знакомые ловят рыбу, вы просто не представляете, какая она гигантская, это, по-моему, билан, речная рыба, и это они ловят сами, короче, мама у них постоянный покупатель, мама любит рыбу, она все время мне ее привозит, и она здесь работает недалеко, и я с ней встречалась, забирала, а еще она мне рассказала, где растут грибы, короче, она в одном месте проезжала и веяла замты здоровенные, я вот думаю, может быть, я сейчас с Денисом болтаю, чтобы завтра, перед тем, как ехать к ней, пойти собрать грибы, но я кушать их, честно, я не хочу кушать, но именно собрать вот этот кафе, она говорит, их там так много, короче, возможно, завтра пойдем за грибами, я знаю, что вам это, наверное, не очень интересно, но мне это очень интересно, особенно если их будет много, я думаю, будет и вам тоже интересно, ну а пока спешим домой, надо собираться и ехать по окулистам, бля, красиво, вот такая вот рыбина, посмотрите на ее голову, капец, ну такая здоровая, интересно, икра есть или нету, вообще, ну вот ладошка моя, короче, огромная, просто огромная, и это белан какой-то, мама сказала, что косточки в ней есть, но они как крупные, из-за того, что рыба крупная, то кости будут тоже крупные, но попробуем, вообще, конечно, мне не очень нравится, костлявая рыба, но в моей милой маленькой духовочке она будет запекаться у нас, только голову я отрежу и морозилку брошу, потом маме отдам, она там собакам, что-то надо, о, какая красотка, все, как у Листа мы уже сходили, у Димки все хорошо, в общем, у Димки все отлично, у него зрение устаканилось, то есть осталось прошлое, которое у нас даже нет, получается, чуть-чуть стало лучше, очки мы меняем, но сейчас не получилось их поменять, у них там переучет, поэтому завтра пойдем и будем новые очки заказывать. Если честно, думала, что мы где-то в городе погуляем, там на набережную сходим, ну, решили никуда не идти, идем домой, но я очень рада. Наверное, никто не поймет моей радости, у кого, ну, кто с таким просто не сталкивался, но он огромный-огромный молодец. Ты молодец у меня? Да. Огромный молодец. Видите, букетик? Зачем показал? Это я насобирал. Кому ты насобирал? Тебе. Тебе пожениться. Тебе пожениться? Ага. Зачем тебе такая противная жена? Ты мне через раз говоришь, что у тебя мама плохая. Нет. Да, ну так ты-то говоришь. Не говори. Зачем тебе такая жена плохая? Нет. Это было бы не было. Ой, ну, как? Хорошая жена. Не сидите дома. Когда классная погода, идите, гуляйте, дышите свежим воздухом, какое-то будет дожди в холодных, в зимах. Я хочу тебе мяс кушать. Возможно, конечно, кто-то и любит зиму, снег, но нужно получать витамин D и ходить под солнышком. Я обожаю снег. А еще Карпаты, да? Еще и море. И море. Я думаю, море любят все. Правда? У меня сейчас пока, Денис Лех, поспать чуть-чуть, хочу поставить в духовку рыбку. Рыбку я уже замариновала. Сейчас я все выложу, расскажу. Я не показывала, как я ее мариновала, потому что мариновала я ее еще перед тем, как уходить к окулисту. Но здесь оливковое масло, соевый соус, горчица, кориандр, сухой чеснок. Сейчас сбрызну лимоном или потом посмотрим, что еще. Соль, перец, вроде бы все назвала. А, еще бальзамический уксус. Ну, это я в интернете вычитала рецепт. Там не было точной граммовки, сколько чего. Просто, знаете, так на глаз, короче, налила. И все. Сейчас буду запекать нашу рыбочку. Сделаем бортики, чтобы ничего никуда не вытекало у нас. Все, крышечку я накрыла. Через минут 25 я ее потом уберу. Так, ставим 180 вверх-вниз. Так. Минут 30, потому что плюс она еще будет прогреваться. Конвертацию я ставить не буду, просто вверх-вниз. Да и все. Нужно чуть-чуть больше. Уже наш уже готов. Я буду просто рыбку, но это большой кусочек. Мы будем пополам с Димкой. Димка будет рис. Рис это басмати. Дениса порция. И вчера готовила брокколи. Надеюсь, вот этот жук, который вот там будет сидеть, будет есть брокколи. Не знаю. Буду заставлять, потому что это вкусно-полезно. И пусть ест. Ну, как-то так. Свечечки для атмосферы. Сейчас всех буду звать и будем кушать. Так что приятного нам аппетита. И приятного вам аппетита, если вы кушаете. Ну, Димка мою полезную еду кушать отказался. Брокколи он даже не попробовал. Но покушал рыбку и рис. Да? Ну, сказал, что будет кушать. Ну, что ты обижаешься? Постараешься? Угу. Вот так. Вот так? Да. Ой, вот это выходной день. И мы вообще к маме не поехали. В итоге сидим дома. Непонятно, чем заняться. Но уже время. Сейчас Димку спать уже скоро будем укладывать. Будем сами ложиться. Вот о чем я говорила днем. Дожди, дожди приходят к нам. У нас пошел дождь. Все время здесь такие молнии были. Прямо сверкало небо. Но сейчас дождь прекратился. Куча луж. Завтра на улице будет сыро, мокро и холодно. Вот так вот. Так что, если увидите солнышко, обязательно бегите гулять и впитывайте в себя витамин D. Ну, а мы будем ложиться спать. Так что, всем пока-пока. Хорошего дня. И до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok